Здравствуйте! Это удивительные способы использования соли по дому, о которых мало кто знает. А кто не знает, это будет для вас просто находка. Самое интересное в середине и в конце видео. Работа моей подруги связана с постоянным передвижением по городу. Она любит ходить пешком, и от такого напряжения ноги у нее никогда не болят. Она сказала, что перед сном насыпает соль в носки. Соль вытягивает боль, усталость и напряжение в ногах. Результат чувствуется сразу. Ходит 10 минут в соленых носках и делает свои вечерние дела. На Востоке такая методика чуть ли не панацея от многих болезней. Пока почистите зубы, умоетесь и подготовитесь ко сну, носки уже можно будет снять. Вы купили новый веник? Замочите его в кипятке с солью. После такой процедуры он дольше прослужит и не осыпется. А вот еще один полезный и действенный совет. В него трудно поверить, но это действительно помогает. А совет такой. Когда обожжешься, такое часто бывает на кухне. Если обожгли руку, возьмите горсть соли и приложите ее к ожогу. Следа от ожога не останется, даже покраснения, тем более волдыря. Заодно и боль снимает. При варке яиц посолите воду, в которой они варятся. Это сэкономит драгоценные минуты. В соленой воде более равномерно распределяется тепло, чем в пресной. Одна столовая ложка соли на литр воды позволит добиться быстрой и аккуратной варки яиц, без трещин и желток будет сладковатый. Если вы посадили жирное пятно на одежду, посыпьте жирный развод солью и после застирайте. Следующий совет, о котором я давно знаю, но забывается время от времени. Если на коже головы перхоть и выпадают волосы, сделайте солью легкий массаж. Можно мелкой солью, чтобы не царапать и так раздраженную кожу головы. Перхоть проходит, волосы перестают выпадать, кожа головы выздоравливает. Намочите голову, насыпьте горсть соли на макушку и делайте легкий массаж руками, пока не появится легкое жжение. Затем смойте водой и все. Вот так просто и действенно. Соль подходит для мытья раковины, керамики, стекол, так как солевой раствор хорошо обезжиривает. Если кто-то еще пользуется известью для стен или потолка, известь для побелки будет искриться, как снежок в мороз. Не осыпется и после побелки не пачкается. Вот секрет. На 10-литровое ведро извести добавьте полкилограмм соли. Друзья, то, что соль делать с ногами, это просто чудо. Сразу почувствуйте результат. Попробуйте делать ванночки с соленой водой, а после процедуры сполоснуть простой водой. После теплой солевой ванночки проходят боли в ступнях, помогает сразу. Через 3 дня повторите процедуру. Следующий совет поможет очистить помещение. С древних времен существует традиция мыть полы с солью. Это поможет навести порядок, избавиться от грязи, улучшить ауру помещения, особенно если давно пора вернуть в дом спокойствие, удачу и благополучие. Чтобы масло из сковородки не брызгало, необходимо добавить на разогреваемую сковородку небольшое количество поваренной соли, распределить ее более-менее равномерно и только после этого на сковородку льется растительное масло. В итоге брызг намного меньше или их вообще не будет. Ходить по соли очень полезно. Насыпьте в тазик крупную морскую соль или обычную и ходите по кристалликам босиком. Стопы – это основание тела. На подошвах ног находится очень много нервных окончаний. Очень важный эффект отхождения босыми ногами – это закаливание, укрепление иммунитета. Самым полезным считается хождение босиком по различным природным поверхностям – песку, глине, траве, хвоя, мелким камушкам, крупной соли. А как вы применяете соль? По хозяйству, для здоровья? Пишите об этом в комментарии, будет интересно почитать. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Друзья, кто еще не подписан, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok